Мир вам, Игнатий Тихонович. Видно? Сейчас я... Можешь свет включить еще? Да нет, не надо. Не надо. Говори, что хотел. Я у вас хотел поинтересоваться по поводу питания. Давай. Как вообще... Выставляются в интернет. Ты не против? Нет, не против. Давай, говори, я слушаю. Как вообще в городе жить и ценить вообще продукты, питание? Вот я сейчас готовлю. В данный момент я как раз готовлю. Которая крупная картошка, мы ее там нуждающимся отдали. А себе оставили по размеру, ну, к примеру, ноготь свой, так вот, по увеличению ногтя возьми, бывает чуть побольше где-то. Вот и все. Я ее варю. Сначала в чашке руками так маленько поширкаю, чтобы грязь, главное, сбиться. И кастрюлю полную почти набиваю, плитку, и сварил. Сварил сейчас, слил воду, воду опять перекрыл покрышкой, чтобы грязь осела. И у меня все пойдет в дело. Я не выливаю эту воду. Она темная, там все, это пойдет в пищу. От организму необходимо. И вот теперь, когда я слил, дал картошке, рассыпал ее на противне, на листике, она маленько остыла, и теперь у меня самая тонкая кожура. Кожура такая, у меня нисколько картошки не пропадает. И набирается больше пол корзины. Специально сделала толкушка деревянная. Я начинаю толочь, на пол положил газетку, поставил кастрюлю, и все. А воду, которую слил, сразу опять на плитку ставлю, и туда, ну, пол кастрюли воды, чтобы было. И стакан, не стакан, она как кружка у меня, хлопья овсяные. И туда же добавляю столько же, примерно, рожки. Ну, рожки, как лапша, только дудочками так делала. И почти до кипения бывает, туда воды добавляю. И теперь начинаю разбавлять. Вот эту картошку, которая из столок, я ее половину так отгребаю, и туда, в эту воду, которая уже половина. А остатки воды, которые в той, заливаю сюда. Вот теперь, когда воду заливал, эту овсянку-то, туда уже соли бросаю. Соли сколько есть. Теперь у нас солью. А когда уже по кастрюлям развернул, уже на огонь не ставлю. Теперь масло растительное, линул туда и сюда. Все. Дня на четыре мне готово. Плюс кошек кормлю. А в кастрюлю сколько входит? Я не знаю, может, где-то раз пять, а может и меньше. Все. Дешево. Прям совсем-совсем дешево. И живой я никогда не болею. Все у меня. Я маленький был в пять лет, меня возили в город. У меня живот болело, желудок там или что-то неизвестно. Я был очень в этот момент немощный. Ну и вот так Господь показал. Я стал над собой работать. В пятом классе очень много считал и почти ослеп. И сразу стал не наклоняться, писать ровно, даже строчек не вижу. И все. Мед, конечно, морковка там была. И Господь мне зрение вернул и в армию служил. Пища должна быть самая простая. Хлеб да вода, монашеская еда. Серапин Сороцкий говорил. И так понятно. Или даже на Пасху не разрешали себе растительного масла. Даже на Пасху. Но это неправильно. Праздник великий. И должна быть и пища соответственно тому. Но это не грех он делал. Я просто говорю так, чтобы не было соблазни. Ну вот так. Такая пища. А я пойду, сейчас у меня ревень растет, кусты. Я два большие листа. А листья там больше ладони. Вот такие вот листья. Дальше тут у меня загорожено, чтобы кошки не заходили. Чеснок. Перья растут. Я перья эти нарву. Нарву полную руку. А они быстро растутся. Там у меня есть щавель. Я немножко сорву что-то. Одуванчиков пощипаю приложу. И лопух. Листья его молодые. И теперь я прихожу домой и ножом на дверя на доске быстро-быстро-быстро почакаю. Вот такое. И вот в таком виде беру руками, как едят монголы, и в рот. Ничего больше не ел. Иногда бывает тёплой водичкой полью, чтобы не засыхало. Всё. А всё это дальше понятно. Это вот я ежедневно, утром, вечером одно и то же. Но у меня чай. Это вода называется чаем. А там ничего нету. У нас и есть что-то. Лишь бы не государственная там была. Своя. А своя это там что-то землянитое, допустим, ягоды. Ему сказать, что ты так делаешь. Ну там. Надо главное понять, что я хочу быть здоровым. И хочу дёшево, чтобы было. И не болеть. И вот я этот режим всё время держу. Мясо вообще не появляется. Даже вот молоко привозят Игорь Барабаша. Наши за столом сидят и надо им взять контейнерок сметаны. Берут. Уже меня не угощают. Я не беру. Не надо. У меня денег нет. И за одним столом. За одним столом они едят, а у меня нету. Я не завидую. Мне это не надо. Да. Вот так. Вот. Я вот так показывают такой размер. Потом будут их там детонировать. А я один работаю. У меня с собой лопата, лом. Если там какие-то булыжники попадаются, у меня с собой кувалда есть. А если мёрзлая? Ну, мёрзлая тем более. Надо рубить. Обычно в мерзлоту начинаешь ходить. И успеваю всё это сделать. Благодаря Щебога. Благодаря Его. Вопрос о пище у меня никогда не вставал. Я с детства привычен к постам, молитве. Я себя как помню, там неполно 4 года было. Может быть 3 с половиной. Вот что есть, то и ешь. И то ешь умеренно. А как научиться вот в городе ценить пищу? А чему научиться, как научиться? Мы же не видим, как она произрастает. Ничего. Мы вот в магазин пришли. И так небрежно. Что захотели, то и хватаем. А как она выращена? Какой труд был приложен? Ну что скажешь? Надо благоразумие иметь. В любом вопросе благоразумие. И ты же выделишь это качество. А так дураками на ущерб молиться его прозабьёт. Так же будем. Просто. Настолько люди сейчас обольщены, да? Вот этим вот, доступностью вот этой. Ну и что? Да. А вот, Брэр, какая-то кризис какой-то. Они все в деревню воровать пойдут. Да. Они сами-то ничего не смогут добыть себе. А вот спартанцы, у них последний урок был. Ответил. Через забор его перекидывать. Иди год питать. Закомнение ты еще добывай. Разрешай там воровать. Все делай. Но чтоб сохрани и с мускулами пришел. Когда приходит, он герой настоящий. И теперь он все выдерживает. А один мог сотни выдержать. А сейчас вначале показывайте. И еще нету. Ну вот так. Да. У меня такое... Хотите, я вам кошек покажу своих? Показать? Ну, ваше дело, я все. Ах. 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 Вот одна какая. Ооо. А кто его уши-то обрезал? А это порода такая шотландская. Пушистая. Да, я вижу. Вижу. Хорошая. Сейчас второго. Ах. 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 Ооо какой. Ах. 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 Это кошечка? Не. Это кот. Ну котенок маленький еще. У меня сидят там сейчас трое мышей ловат. Черные такие же, да? Да. А вы когда в деревню выезжаете? Ну завтра поедем мы на 10 деревню. Потом я возвращаюсь, через неделю буду тут заготавливать продукты, там все. И уже в субботу, рано утром мы должны выехать. То есть в прежнем режиме все снимать будете так же, да? Ну, как всегда было, и там крещение будет, потом 7 июля. В лагерь, да? Люди приезжают, как мы ничего не прибавляем, людям очень нравится, что вас, говорят, отдыхают с душой. Мне пишут, вы говорите так, как все есть. Бывает, что не вовреда, а мне этого нужды нет. Лагерь, да? Все, абсолютно. Ну, лагерь как такового нет. Теперь это будет отдыхать в домах, вы дома приобрели, и они в домах люди будут, а туда они не входят. Ну, понятно. Ладно. Благодарю за беседу. Все хорошо, все хорошо, все хорошо, все хорошо, все хорошо, в конце октября можете зайти. Хорошо. Бог дай вам силу. Благодарю. До свидания.